Сегодня в Центральном районном суде прошло очередное заседание по делу о драке на Старом Базаре, которое произошло в июле прошлого года. На заседании подсудимый Михаил Старцев рассказал свою версию случившегося. Защищался, заступался, а не виноват. Участник драки, от удара которого скончался Павел Рохлов, до сих пор отрицает свою вину. Кроме того, по его словам, в этой истории слишком много неправды. Начиная от поездки в такси, где компанию Старцева назвали пьяной, заканчивая странными подробностями после общественного резонанса, заключил Михаил. 27 июля 2020 год. В драке на Старом Базаре после удара Михаила Старцева мгновенно погибает его оппонент Павел Рохлов. Вдова погибшего Светлана тут же обращается в социальные сети и СМИ. Запинывать. Мой муж просто не сдержался, побежал просто их разнять. И по видео видно, что он встал между ними, он разнимал их. Под домом подбежала я. Я подошла к девушке и сказала, вы что творите, что вы творите. На что, там по видео прекрасно видно, она меня толкнула с такой силой, что я упала, она меня пнула вот в эту часть, вот в эту зону. У меня здесь гематома. Старцева тогда сразу окрестили боксером. Однако позже выяснилось, что к профессиональному спорту мужчина не имеет никакого отношения. Михаилу предъявили обвинение по части 4 111 статьи «Смерть по неосторожности». За полтора года прошли десятки заседаний. Опросили потерпевшую Светлану Рохлову, Лилию Ворогушину, профессиональную спортсменку и подругу Старцева, так называемого инвалида, которого считают зачинщиком всей потасовки и многочисленных свидетелей инцидента. В зависимости от того, кто давал показания, Михаил Старцев спокойно слушал и заметно нервничал, переминая руки и ноги. И все это время хранил молчание, вплоть до последнего слова. Анимели ноги, кружилась голова. В таком состоянии, говорит Старцев в суде, ему приходилось продолжать отбиваться от агрессии других участников потасовки. Кроме того, настаивает Михаил, компания во главе с погибшим была в состоянии алкогольного опьянения. К слову, все это время Старцев находился под домашним арестом, который должен был продлиться до 8 января следующего года. Однако после допроса в суде меру пресечения главному обвиняемому изменили. Он отпущен под подписку о невыезде. Следующее заседание пройдет 11 января. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok